Я сегодня постараюсь проповедовать так, как мне это все приходило, потому что на самом деле, когда Бог иногда наполняет, дает свое откровение, дает тему, Он иногда тебе не говорит, о какой теме ты будешь говорить, но сначала наполняет тебя необходимыми ингредиентами, а потом вот это вот берет и все сходится. И вот со мной последний год, в этот четверг так произошло, я вам говорю, что я очень ободрен, и именно больше всего тем, что Бог говорит, потому что, ну, это самое-самое лучшее, то, что должно быть у человека, да, потому что сказано не хлебом, одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьего. И, понимаете, вот, ну, я говорю, что у меня иногда бывает по-разному, я готовлюсь к проповедям по-разному, по-разному они приходят, вот, например, в прошлый раз я как бы ощущал некую немощь такую, и ощущал слабую подготовку, и я молился Богу, говорю, Бог, компенсируй, компенсируй, чтобы, вот, ну, моя неготовность, она была покрыта твоим помазанием. И в этот раз я вдруг ощутился, я был, ну, действительно, я получил Слово, и я горел, и я мог не готовиться вообще. Ну, я пошел, стал готовиться, думаю, ну, это неправильно будет, если я не буду готовиться. И я готовился. И когда я подготовился, я почувствовал такую уверенность, что мне пришлось молиться, Бог, не дай моей готовности быть больше, чем твое помазание. Аминь. Потому что, на самом деле, вот, ну, самое главное, чтобы вы это ощутили тоже, да, что, ну, Бог нам что-то хочет сказать. И я очень рад, что именно это Он нам хочет сказать, то, о чем я сегодня буду говорить. Потому что в этом вообще все. Так можно часто про многие вещи говорить, но вот в данном конкретном случае это действительно очень для меня сильно. И я сегодня вам, там, будет тоже такие моменты немножко, которые мы, ну, кто-то любит, кто-то не очень, такие как сон, да, опять был сон, очень такой, с деталями, немой. И это для меня еще является еще большим ободрением, потому что, ну, я могу так сказать, я болен Богом, да, болен видением, да. И у меня могут быть сны просто на этом фоне, на веянии, как вот. Вот на днях мне приснился сон, что был этот, зомби апокалипсис. Знаете, дальше такое зомби апокалипсис, когда люди под вирусом, ну, как бы заражают и бегают друг за другом. Вот. И я вот из него не хочу проповедовать, понимаете. Потому что, ну, может быть, там что-то и есть, потому что, да, опять у нас тут коронавирус. Вот. Но все это и может быть интересно даже, но не об этом. Вот. Ну, ладно, я не буду долго вступать, потому что, ну, приготовьте сегодня, скорее всего, будет длинное пробовать. Хотя, может быть, бывает такого, раз и все сказал, что хотел. Евреям, ой, Евреям, Деяния, 10 глава. Мы сначала прочитаем. Прям целый контекст. Именно потому что это вот слово, оно так пришло. Потому что еще там недели полторы или две назад я тоже читал этот отрывок. И на меня бросилось определенное понимание. То есть отрывок большой, а понимание на самом деле маленькое. Я бы мог вам просто пересказать его, но я хочу почитать. Потому что я знаю, что вы мало читаете Библию. Аминь. Молчат. Мало, мало читаем Библию, мало. Но, если бы вам пришлось много проповедовать, вам пришлось бы много читать Библию. Ну, вот, у вас все это пока компенсируется, поэтому, ну, если бы вы много читали, вас бы разрывало просто. Потому что, ну, слово Божье, оно, 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 оно как бы такое. Вот. Давайте мы прям прочитаем. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилия. Сотник из полка, называемый итальянский. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий. Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал, что Господи. Ангел отвечал ему, молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстое неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, ты не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило это видение, которое он видел, вот мужик, посланный Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр, размышляв на видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы. Они же сказали, Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встав, пошел с ними, и некоторые из братья иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесаир, Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек, и, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, вы знаете, что у идеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот встал предо мной муж в светлой одежде и говорил, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои вспомянулись пред Богом. Итак, пошли вы Апию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона, при море он придет и скажет тебе, тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь всеми предстоят пред Богом, чтобы выслушать все, что поверил тебе от Бога. Петр отверг с уста и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым в слово, благовествую мир через Иисуса Христа, все и есть Господь всех. Вы знаете происходившего по всей идее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанна. Как Бог духом святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним, и мы свидетели всего, что Он сделал в стране иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на дереве, всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слышавших слова. И верующие из обрезных, превшедшие с Петром, изумились, что даже Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запрестить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Аминь. Нам необходимо было вот, ну, пускай много, да, прочитали целую главу, но это Слово Божие. Это вот свидетельство того, как было. Просто в истории. Того, как Бог однажды пришел своим Евангелем в определенное место. Аминь. И смотрите, что в чем самая такая моя сегодня мысль. Ангел пришел к Корнилию, к человеку добродетельному, да, благочестивому, молящемуся, всегда молящемуся написано, да. И вдруг говорит, что почему, вопрос такой, почему бы ангелу не дать Евангелие Корнилию? И ведь какое было бы свидетельство, ангел пришел и объяснил Евангелие. Ангел не может объяснить Евангелие. Ангел не может проповедовать Евангелие. Для того, чтобы проповедовать Евангелие, Богу нужны кто? Люди. И вот сегодняшняя мысль, поэтому сегодняшняя проповедь называется «Как прекрасны ноги благовествующих мир». Сегодня проповедь о проповеди Евангелия. Именно о том, что Бог хочет делать, как Бог делает, в чем вообще заключается Евангелие, в чем заключается служение Иисуса Христа. Давайте мы еще откроем римлянам. Прям, да, мы сейчас несколько вот этих мест основных прочитаем и поедем дальше. Римлянам, 10 глава. Как работает это? Мы как раз тут недавно читали об этом месте, что близко к тебе слово, оно в устах твоих. И слово, которое проповедуем, да, не говори, кто, говори в сердце своем, кто сойдет с неба, да, кто, короче, кто сойдет в бездну, да, кто взойдет на небо, то из Христа свести, кто сойдет в бездну, то из Христа из мертвых отвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедует ко спасению. Все очень просто. Но почему это в реальности не так просто? Почему? Потому что необходим человек, который будет послан от Бога, который сможет именно в этой ситуации, именно в этом месте, да, именно с этими людьми объяснить суть Ивангелия. Понимаете? Потому что лозунги на самом деле не работают. И Евангелие, оно, как бы, суть его одна, всегда во все времена, да, но так как мы живем в разное время, нам приходится сталкиваться с разными вызовами, культурных каких-то особенностей, там, я не знаю, физических каких-то особенностей, да, то, что сейчас совсем другое время, не как тогда-то. Сейчас мы живем в этот период очень сильного развития. Машины, айфоны, самолеты, макрокосмос, микрокосмос. Нас слетали туда уже в космос, посмотрели, нету Бога. Но Евангелие, оно остается неизменным, оно работает. И, понимаете, уже, да, вот просто, ну, как бы, вот так, как Петр проповедовал Евангелие Корнилию, мы уже не сможем проповедовать так Евангелие. Потому что для Корнилия была эта новая информация. Нам сейчас, ну, мы сталкиваемся с новыми вызовами. Мы люди, мы живем в это время. Понимаете, про что говорю? Мы должны, как бы, вот именно через себя это пропустить, для того, чтобы объяснить. И здесь написано, да, но... Ибо Писание говорит, «Всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь и богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как уверовать в того, в кого не уверовать? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать Пис проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Аминь. И вот, ну, вот об этом я сегодня хочу говорить. Да? И мы можем сказать, иногда там люди, ну, сильно прокричать, как апостол Павел, что я решил ни о чем сегодня больше не говорить, только о кресте. Да? И вот Павел однажды в Каринфе, он говорил, «Я вот решил ни о чем другом не говорить, говорить только о кресте. Да? И говорить вот о простоте там Евангелия». Вот как бы мы сейчас громко это не закричали, это не значит, что до человека это дойдет. Понимаете? Поэтому сегодняшнее время требует от нас новых вызовов. Новые вызовы перед нами ставят. Как проповедовать Евангелие? Поэтому смысл именно в том, что, да, как я уже сказал, все эти истории, я беру всего лишь один основной вывод. Ангелы не могут проповедовать Евангелие вместо тебя. Богу нужны люди для того, чтобы проповедовать Евангелие. Богу нужны именно люди, которые пропустили это Евангелие через себя, через свою жизнь. Понимаете? Для проповеди Евангелия Богу необходимо, чтобы твоя жизнь соответствовала той вести, которую ты собираешься нести, которую Он хочет от тебя, чтобы мы несли. Почему я тоже об этом говорю? Потому что в последнее время было несколько моментов, когда я с людьми разговаривал. Ну и вообще, так бывает, что говоришь человеку, ну, может быть, проповедовать будешь? И человек, ой, ну, не знаю, может быть, в следующий раз, может быть, потом. Кто, какие оправдания еще есть, чтобы проповедовать? Ну, это не мой дар, некоторые говорят, да? Какие еще есть оправдания? Я вот тут выписал для себя оправдания. Я не готов, я не чувствую. Ой, это так ответственно. Это не мой дар. Потом. А вот теперь представьте, учеников Иисуса Христа, которых Иисус посылает на проповедь. И они начинают оправдываться. Слушай, может, и потом. Что-то я не чувствую. Что-то я не готов. Стремно, да, смотрится? Правильно? Мы представить такого не можем. Тогда я что могу сказать тебе, если ты отказываешься проповедовать Евангелие, когда тебе предлагают проповедовать? Ты не ученик Иисуса Христа. Вопрос действительно жесткий. Но я просто, вот, ну, я понятно, что, я все понимаю, мы люди. Я не хочу сегодня сказать, что если ты отказался или отказываешься, что ты не ученик Иисуса Христа. Но просто подумай об этом, потому что ученики Иисуса Христа они не отказывались проповедовать. И вы знаете, что они не понимали вообще толку с ничего. Но Иисус их посылал, идите проповедуйте. И они шли и проповедовали. И вот в этом заключалась вообще основная такая миссия Иисуса Христа. Что Он, как учителя, что сделал? Подготовить проповедников Евангелия. Аминь. Если ты этого как бы не понимаешь, что, ну, мне жалко. Потому что, ну, для меня, вот лично, моей жизни, это вообще самое ценное, самое вкусное, самое лучшее, что может, что только может быть. Что я могу проповедовать Его Слово. Я родился, я вырос в такой атмосфере, где это, ну, поощрялось, где это было, ну, так, слово не очень, но модно, да, современно. То есть я родился в такой, что была такая атмосфера вокруг, и, ну, понимали, почти никто ничего не понимали, то, что были молоды, но проповедовать уже хотели. Неважно. Поэтому для меня, например, когда меня позвали проповедовать, или что-то сказать, или открыть собрание, или еще что-то, ну, я даже не думал о том, что я могу как-то от этого отказаться. Я вцеплялся за эту возможность, хотя, ну, я вам скажу, что я был уверен о себе, что, скорее всего, у меня этого дара нет. Проповедовать. Вы как считаете, у меня есть дар проповедовать или нет? Аминь. Есть. Потому что, опять же, почему? Потому что я развил его, Бог развил его во мне. Я согласился с этим, я пошел в это, но сначала было не так, сначала было все неуверенно, меня трясло, я, ну, мало говорил, но потом успокоился и проповедовал. поэтому вот есть тоже такое оправдание, что, ну, вы знаете, когда человек, в чем проблема, да, то есть, как я говорю, что, когда человек отказывается проповедовать, либо он не уверен в том, что у него есть, да, в том, что он говорит, да, либо он действительно не имеет Духа Христова, потому что Дух Христов, если живет в Дудринаце, он хочет проповедовать, понимаете, и другого быть не может, вот другого Духа Христова нет, понимаете, он в любом случае хочет проповедовать, поэтому, когда наши оправдания, наши, вот они больше, чем вот это, да, Дух Христов, вот, ну, тогда вот, ну, вот вопрос, понимаете, поэтому, ну, я вот выписал тоже для вас, для себя, что нужно для того, чтобы проповедовать Евангелие, и первое, что нужно, это подготовленность, или я бы так назвал понимание, знаете, когда мы не уверены, да, и не хотим проповедовать, когда мы на самом деле не уверены в своем понимании, того, насколько мы понимаем Евангелие, того, насколько мы, ну, готовы это понимание передать другим людям, потому что это, в первую очередь, понимание, и это, в первую очередь, познание, потому что, вот, апостол Павел, он однажды про себя сказал так, он говорит, хоть я и невежда в слове, но не в познании, представьте, апостол Павел про себя сказал однажды, что он в слове невежда, да, то есть, в красноречии, другими словами, да, что у него не всегда хватает нужных слов, нужных метафор, какой-то красоты, чтобы это все объяснить, он говорит, но не в познании, ребята, я очень хорошо понимаю, и я знаю, что такое Евангелие, я очень хорошо это понял, мне это открыто, и тогда, когда я, ну, вот, у меня вопрос, сколько, да, человек в церкви, времени, есть ли у тебя просто понимание Евангелия, готов ли ты вот просто поделиться своим пониманием, что ты понимаешь, это первое, да, это самое главное для меня, для проповеди Евангелия нужно понимание, но вы знаете, когда приходит понимание, это парадокс, настоящее понимание приходит, когда ты начинаешь проповедовать, настоящее понимание приходит, когда ты начинаешь проповедовать, мы учим других, и мы сами учимся, если ты, как бы, не пережил этого, если ты, вот, ну, не проповедовал там другим, и не получал в это время откровений, мне жаль тебя, потому что, ну, в этом вот и заключается, суть ученичества Иисуса Христа, и это доказательство того, что Иисус посылает учеников проповедовать, еще не понимающих, я бы сказал, ничего не понимающих, но они, вот, потому что они его, и они вот хотят быть как он, они идут и несут эту чепуху иногда, понимаете, может быть, кричат эти лозунги, которые до конца не понимают, но они горят, понимаете, они горят, они не могут без этого, они, они его ученики, они будущие проповедники, они хотят проповедовать, понимаете, поэтому, ну, я вот, ну, об этом сегодня хочу говорить, итак, первое это понимание, второе это подготовленность, да, вернее, подготовленность, это и есть первое понимание, да, второе это посвященность, посвященность, это вот как раз имеющие желания, горящие, готовый который посылает, он говорит, да, я хочу я как бы это понял, я осознал у меня нет причин для того, чтобы оправдываться как-то искать какие-то оправдания раз меня посылают раз мне предлагают раз мне эта дорожка открывается тогда я буду говорить, я тогда буду я как от Бога это понимаю понимаете и для меня это было так, что если пастор там или кто-то старший подходит ко мне и говорит проповедуй в это воскресенье или с утра, или я всегда говорю, хорошо и вот поэтому, ну, я считаю что мы должны, ну, пока мы этот дух не сломаем сами и не поймем, насколько это ценно насколько это важно, что это именно так работает некоторые просто думают что вот, ну, понимаете, если я нахожусь на этой позиции да, пастор, то Бог и использует меня так то если ко мне приходит желание или видение сказать какому-то человеку давай проповедуй почему вы так уверены, что это не Бог вам говорит вам тогда, ну, как бы, есть будут люди, которые будут ну, до конца не уверены, что а как это тогда работает как работает структура церкви как, как Богу быть что Бог тебе лично должен прийти и сказать пожалуйста, проповедуй ты свою неуверенность ты свое, вот эти оправдания ставишь намного больше, намного выше чем то, что Бог нам говорит через свое слово ты, грубо говоря, отказываешься просто, ну быть вот этим учеником добровольным зачем тогда, в чем тогда смысл твоего ученичества потому что, ну, это первое в ученичестве это проповедь Евангелия Иисус, да, отделил себе вот эти двенадцать чтобы были с Ним, чтобы посылать их куда? на проповедь и мы можем сказать, ну мы же не в двенадцати ну там и семьдесят посылали, извините меня правильно или нет? семьдесят Бог посылает имеющие свидетельства Его вот это тоже очень важно здесь мы как вот в Петре вот это видим, да что Петр, когда Его Бог посылает у него есть что-то и у него есть подтверждение вот это внутреннее, да того, что, да Дух сказал, иди с ними, да покрывало опустилось да, то есть у него была некая подготовка у него были эти отношения с Богом и он ясно понимал, что Его туда посылает Бог у Него есть свидетельство у Него есть Слово и у Него есть просто понимание ведь разве Петр там сказал что-то такое сложное супер такое высокое ведь ангел тоже мог это сказать но именно вот так вот в простоте Петр просто рассказал, как у Него было Корнили рассказал, как у Него было а теперь расскажи нам, что Бог тебе сказал пам, про Иисуса Христа И на всех сошел Святой Дух Он им просто рассказал свое понимание того, что произошло Не в какой-то красоте речи, а просто вот так вот Вот так вот Бог послал, вот так вот это все происходит Когда человек говорит, это не мой дар Откуда ты знаешь, какой твой дар? Откуда ты знаешь, какой твой дар? Потому что, ну, я вот, это, кстати, мне сказал один человек тоже на дня И он мне говорит, ну это не мой дар А с утра, на следующий день, когда мы с ним разговаривали Я зашел, как бы, в комнату, где сидели все ребята И этот человек рассказывал какую-то историю И все угарали Все вот просто, ха-ха-ха, он рассказывал просто интересную историю Взахлеб, слюни летят Он рассказывает эту историю, все смеются Он не прекращает, он начинает другую историю рассказывать И мне в этот момент, он говорит, что у него нет дара проповедовать Понимаете? Понимаете, что такое, ну, по идее, дар проповедовать? Я бы так сказал, когда человек говорит, что это не мой дар Я не знаю более, вот этот дар не проповедовать, это самый-самый редкий дар, который только может встретиться Отсутствие проповеди, ну, как бы, что человек не призван проповедовать Все призваны проповедовать Все, понимаете? Кто-то так, кто-то тем, кто-то этим, но это практически все Еще вот, ну, тут Мишка присутствует, я тоже хотел про него сказать Вот, и про то, что такое проповедь Да, вот он, может быть, тоже там, может сомневаться, да Грубо говоря, там, смотрит на меня И я уже готовый, я уже проповедую Ему кажется, что между нами может быть какая-то пропасть И что у него там свои какие-то дары Но точно не проповедовал Потому что, ну, вот он не видит себя так Но я помню, мы в молодости, мы были в одной команде, как бы, в банде И он нам однажды вечером, там, с пацанами на лампочке рассказывал одну книжку Конон Ванбер, знаете Как у нас там этот, кто ее написал? Роберт? Вот Он даже до сих пор помнит Роберта Говарда Он так нам рассказывал, что мы после этого все читали эти книги Просто, вот он так нас увлек своими рассказами Об этой же Конон, он, он, так, так Мы побежали, я не помню Я в этот же день уже, по-моему, уже нашел эту книгу Там не было ни интернета, ничего И мы друг другу там эти книги передавали Мы прочитали всего Говарда Всех его учеников И так далее Вот что такое дар проповедовать Понимаете? Это дар, который, ну, ты можешь рассказать То, что ты понимаешь Ты передаешь то, что ты понимаешь Просто Я раньше думал тоже про себя Когда я смотрел на проповедующих Мне хотелось быть проповедником Но вот это вот заявить у себя внутри Что я хочу проповедовать Оно вот Каждый человек стесняется это сделать Я тоже стеснял Потому что это нормально стесняться Заявлять про себя, что ты хочешь быть проповедником А если не получится И у меня математический склад ума А там нужно гуманитарий У меня математический склад ума Я вообще не гуманитарий И я понимаю, что для того, чтобы проповедовать Очень важно иметь математический склад ума Хотя сами понимаете, что гуманитарий Это тоже, ну, стопроцентный проповедник Любой гуманитарий, который может Ну, изложить, рассказать тексты там и так далее Передать свое понимание Поэтому, ну, вот для Бога вообще нету Один гуманитарий, другой математик Просто по-разному люди будут проповедовать Один будет больше пользоваться языком А другой будет больше видеть структуру И объяснять какие-то этапы и так далее Какое-то понимание Я говорю, что что такое проповедовать? И я людям это объясняю Я говорю, ну, ты же вот работал, да, там, кем Ты же можешь человеку объяснить Слушай, вот возьми, ты я здесь вверху сверху Здесь вот так немножечко раскрыл Потом туда саморез крутил Ну и проверив там, да, вот, чтобы зазорчики Они ровненькие были Можешь это объяснить или нет? То есть ты передаешь какие-то вещи Которые ты делаешь на практике Которые ты осознал, которые ты понимаешь И которые ты знаешь, для человека будет делать ошибки Вот здесь вот здесь вот осторожно Вот здесь вот проверь Вот он проповедник Аминь Понимаете? А мы и думаем, что вот для проповеди Евангелия Нужно что-то такое, чтобы ты прям рот открыл И все тут... Нет, нужно просто понимать И нужно просто иметь желание это объяснить Одного проповедника однажды спросили Мне это очень понравилось тоже В моем таком молодости христианской Он очень хорошо проповедовал Все вот сидели просто и так ясно объясняют Так течет Как ты так ясно объясняешь? Как ты так проповедуешь? Расскажи свой секрет Он говорит, я выбираю в зале самое тупое лицо И объясняю этому человеку Как и что нужно делать Понимаете? Ошибка многих начинающих проповедников Что они глядят на первых ряд На первый ряд Да, ну как у нас, да На первом ряду духовные сидят Да, там С серьезными лицами Как будто бы Ну сейчас эти духовные Они вообще проповедники слушают Потому что ты должен им проповедовать Ты, вот эта жемчужина Божья Ты, вот это Если ты имеешь вот это свидетельство Живых отношений с Богом Ты передаешь эти живые отношения Человеку, который, ну, меньше тебя Кому Петр пришел? Он что, пришел к другому апостолу И говорит Слушай, я вот вижу у тебя тут Вот в откровениях какие-то нестыковки Давай-ка Правильность Евангелия Нет, он приходит к Корнилию Который не слышал Евангелия Не понимает И говорит ему в простоте И человек понимает это Понимаете? А мы думаем, что нам нужно вот что-то Получить сначала Я вам говорю, что основной принцип проповедования Ты будешь получать в процессе Открой уста свои И я наполню их Аминь Понимаете? И мы должны вот, ну, понять Поверить в это Действительно, что Бог нас К этому призывает Для того, чтобы мы Учились это делать Чтоб мы горели этим Чтоб это вкусно было Мы можем немножко Там Вопрос женщин затронут Да? А как с женщином? У Филиппа были дочери пророчицы Для меня уже давно Пророческий дар пророчицы Это не Только говорить Далеко Не только говорить о будущем Это говорить Это говорит Слово Божие Это в первую очередь проповедь Поэтому для меня Вот когда я это слышу Извините меня на моем мнении Когда я слышу Четыре дочери пророчицы Это говорит о том Что четыре дочери проповедницы Для меня это больше Это значит Чем они там Занимались предсказанием будущего Они обожали Христа Они были посвящены Ему И они горели И Божье Слово текло через них Потому что пророк Это приносящий Божье Слово Да Библия пророческое слово Если вы посмотрите Пророки То лишь небольшая часть Из этих пророков Говорили про будущее Многие говорили Про настоящее Кто-то говорил про прошлое Про грехи Но смысл пророческого дара Это говорить людям То, что Бог хочет То, что Бог говорит сейчас И это самое главное Составляющая вообще проповедника Пророческий дар Пророчествовать Говорить из духа Брать из этого духовного пространства Что Бог сейчас хочет сказать Ну вот Как бы я не хочу хвалиться Но у меня это есть И я когда-то это получил И получил осознанно Я не знаю Он рассказывал эту историю Но как вот такое некое подтверждение Как я однажды это получил Во-первых Я это сам как бы предчувствовал Уже где-то Потом однажды Вот когда я был еще там в центре Я вот У меня полилось Я начал проповедовать И я сам не понимал Вот откуда я был темы Да То есть вот Почему именно такая тема Или такая тема Да Ну вот они как-то приходили И вы знаете Это ложилось И самая лучшая для меня Похвала была Она ведь сейчас такая Когда люди там После проповеди Просто молились И говорили Спасибо Бог Что ты нам сегодня говорил Потому что я понимаю Что если ну действительно Работа да Правильная И она достигнута То это самое главное Чтобы люди Услышали Слово Божие Вот оно что-то там Вот загорелось Что-то коснулось Что-то получено Свежее Не просто вот сухая Какая-то догматика Такая да Учение какое-то Но именно вот что-то Что горело И меня всегда Это больше всего Вот ну Влечет Потому что я понимаю Что это больше всего нужно И церкви больше всего нужно Там и так далее И вот однажды Там мне пришло такое слово А я что там Времени-то мало Там есть Ну серьезного уровня Руководители Учителя А у меня вдруг Такое слово пришло Что я о пророчестве Стал говорить И вот мне позвали Давать учение И я говорил о пророчестве И говорил что И я как бы разобрался Вот в этой Коринфянам По-моему 13 глава Где Павел говорит Ревнуйте о дарах духовных Особенно о том Что вы пророчествуете И вот разбирался Я сопоставлял И получил какие-то Откровения И Павел он там говорит Я желаю чтобы все вы говорили Но особенно Чтобы пророчествовать И вы поймете Что там действительно Павел он очень сильно Хочет чтобы Народ Божий пророчествовал И однажды там У Моисея была такая ситуация Когда там лидеров собрали На собрании Они там все Исполнились духом А двоих не позвали И они там стали пророчествовать Помните Им там сказали Запрети Моисей Что они творят там Они пророчествуют там Ну мы не знаем Как тогда это выглядело Моисей говорит Вы не понимаете Как бы я желал Чтобы все В народе Божьем Пророчествовали Понимаете Поэтому Для меня пророчествовать Это говорить По вдохновению Святого Духа И проповедь Это одно из самых лучших Для этого Условий Мест Да И точно так же Можно пророчествовать Во время молитвы Точно так же Можно пророчествовать Во время беседы Проповедуя Евангелие Можно пророчествовать Поэтому вот Пророчество Он непременно Связан с говорением И с говорением которое ты понимаешь. Аминь? Потому что, если Павел говорит, когда мы молимся на языках, это тоже от Духа, это почти то же самое пророчество, но ты не понимаешь, ты не включал. Он говорит, ну, поэтому пророчество лучше. Я приношу некое понимание того, что Бог хочет. А уже какими словами, как я это объяснил, это может быть с этой стороны, с этой стороны. Ну, он передает понимание, он передает что-то, что он ощутил. Вот что такое пророчество, эти проповеды. И вот я как приготовил эту тему, представляете? И как бы я так вдохновился, и я передал как бы ее. И собрание прошло на ура, как раз на этом собрании тоже там люди молились, что спасибо Бог, что говори. Вот. Для меня было это для самого чем-то нового. То есть я шел вот этими вот такими робкими шагами, кто я такой, чтобы говорить о такой теме. Кто я такой, я спрашивал себя. И вот моего лидера, моего директора не было в этот момент в центре. Он был в Испании в отпуске. И когда он приехал, там тоже через какое-то время я становлюсь вдруг свидетелем одного разговора. Когда он рассказывает другому там, лидер, а я просто вот тоже находился, или зашел в этот момент, он говорит, сейчас Раймунду, вы знаете, да, уже кто такой Раймунду, это вот основатель Ретто, это пророк, уже с печатью Божией, да, по делам, по, ну, действительно, нереальному делу, который через него Бог сделал. И он говорит, сейчас Раймунду ездит по всей Испании, но это значит по центрам, там центров много, и проповедует одно и то же слово. Вы должны пророчествовать, вы должны пророчествовать, вы должны пророчествовать с утра, вы должны пророчивать, на утренних собраниях, вы должны всегда про пророчество, пророчество. И он это говорит в таком контексте, что он как бы это слово особо не принял. Типа вот старый там чуть-чуть улетел куда-то, и вот всем там говорит, вы должны пророчествовать, вы должны пророчествовать. Я когда до меня дошло, что произошло, я чуть не остолбенел. Я понял, что я получил одно и то же слово с тем человеком, находясь в разных местах земли для нашей церкви, для нашей общины. Он не мог сюда приехать, Раймунду, поэтому это слово было дано мне. Вот в этот, вот в этой ситуации. Я даже не мог это рассказать, потому что ну это было бы тогда некой гордостью даже, да, потому что даже мой директор, даже мой руководитель, он как бы не принял это слово, он не понял. Даже от Раймунду, да, то есть ему как бы не было это открыто, для него это показалось чем-то вот таким, потому что Раймунду он странный иногда немножко. Но не я. И Бог так сделал, что я услышал это, понимаете? То есть я мог бы это вообще не услышать. Он это сказал там одному вот лидеру, а я был просто как бы в присутствии этому и находился, но я был в шоке. Но я просто понимаю, что если Бог хочет до тебя донести, Он до тебя донесет. Если действительно ты, ну как бы вот горишь, если ты будешь хотеть, ты услышишь его подтверждение. Ты поймешь и дар свой, и будешь это практиковать. Поэтому, ну, нет ничего лучше, чем ко мне Бог это открыл. Все, я понял. И я, во-первых, я как бы сначала принял вообще от Него эту информацию, да что такое пророчество. А потом еще получил подтверждение, что это такое. Поэтому, ну, как бы я в полной уверенности как бы нахожусь, что у меня есть этот дар. Это очень-очень важный дар. Это, ну, один из самых главных даров. Но, опять же, хочу сказать, Библия нам говорит, точно так же как Раймунду говорил там, всей церковью, все вы должны пророчествовать. Так же и Павел говорит, я желаю, чтобы вы все пророчествовали. Чтобы вы все научились говорить из Духа, говорить вот через от Божьих откровений. Поэтому это очень-очень-очень важный момент. Поэтому, ну, несколько таких моментов. Не сомневайся вот в этих дарах. Если у тебя хотя бы чуть-чуть, где-то в глубине сердца, есть желание проповедовать, то все, это уже сто процентов ты, у тебя есть этот дар. Потому что, ну, я говорю, дар не проповедовать, это самый-самый, наверное, редкий дар. Это когда человек был вообще, ну, я встречал таких людей, которые вот прям, ну, я, был такой один у меня, Арнольд, я ему тоже все время там в центре, ай, Арнольд, с утра там, поделись чем-то. И он, вроде, давно не звали там, подготовился, на следующий день домой собрался уходить. Просто так перегрузился, так перекипел, настолько это для него просто вот он, что он готов, вот, плохо себя чувствует, что вот просто вот. Он, он, как бы, отказаться не может, потому что он понимает, вот, что, ну, как бы, его, ну, как бы, приглашают, и нельзя отказываться. И поэтому вот у него вообще взрывалось, я был спокойный, спокойный, я ему говорю, все, 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 я не буду тебя больше приглашать. Потом через какое-то время, я его все равно там, через годик, через полгода, я говорю, может, это, смотрю, он ободренный, может, давай. И он такой, вроде, давай. На следующий день опять входити, собрался. Все, перекипел, взорвался. Ну, вот, ну, не может, человек волнуется. Он действительно там, ну, три слова срезать не мог. Ну, вот я говорю, что это очень-очень редко, когда человек, как бы, ну, не для того, чтобы проповедовать. Есть такое слово, в Иакова, я не помню, сейчас уже это место, ну, можете найти, по-моему, третья глава, послание Иакова. Братья, восклицательный знак, немногие делаетесь учителями. И вот это слово, оно многих останавливает. Или дает возможность иметь оправдание. Но для меня это уже давно звучит по-другому. Для меня это некий фильтр, для того, чтобы ты, как бы, вот, ну, как ты действительно отреагируешь. Смотрите, есть такое слово. Многие идут широким путем. Широки врата, ведущие в ад, и многие идут по нему. Пускай дорога, ведущая в жизнь, и кто? Немногие идут по ней. Ты где хочешь быть? Где многие, или где немногие? Поэтому просто задумайся над этим, что немногие делаетесь учителями. Что это? Ибо нам, которые учителя, нам придется отвечать за это. Хорошее предупреждение, стимулирующее предупреждение, для того, чтобы действительно наша жизнь, она соответствовала тому, что мы говорим. Но это ни в коем случае не должно нас останавливать. Ответственность придется давать перед Богом. Ведь вот именно так думал вот этот человек, который зарыл свой талант. Мне дали талант, мне главное его сохранить, главное не потерять. И что он сделал? Зарыл. Понимаете? Зарыл. Эти пошли, эти рисковали, эти вкладывали и приумножили, а он зарыл, для него это показалось мудрым, умным. Что ему Бог сказал? Ты лукавый и ленивый. А вы знаете еще, про кого написано? Кто на первом месте, кто не войдет в Царство Божье? Божье, это в Откровении написано. Нет. Ну, там вот примерно есть описание такое, там написано, что потом там, ну, всякие ужасные люди, гадатели, поклонники, там, да. А знаете, кто на первом месте? Трусы. Трусы. Понимаете? Вот так вот. На первом месте вообще трусы, и больше всего. Они, может быть, не гадатели, не чародеи, не долбоклонники, не какие-то там, просто трусы. И вот они не войдут. Поэтому, ну, мы должны вот, ну, с этими вещами, понимаете, а я согласен, что, ну, как бы проповедовать, учиться проповедовать, ну, нужна смелость. Нужно все-таки выйти, нужно вот, ну, стоять перед людьми, да, или там, ну, сидеть, или просто начать говорить, да. Ну, поэтому Иисус и сделал это, да, некую школу, школу, у Него была школа. Он готовил учеников для того, чтобы они шли и проповедовали. Идите по всему миру и научите все народы и так далее, да, и будут с вами, да, все эти моменты. Поэтому, ну, еще раз я подчеркну, понимание очень важно. Если ты не уверен в проповедовании, то, скорее всего, ты не уверен в своем понимании. Потому что, когда есть понимание, неуверенность потом уходит на задний фон. Понимаете, ну, как бы, это всегда, начинать, я всегда волнуюсь, если приходит в новую церковь или еще куда-нибудь там на конференцию, по-любому начнет трясти. Но когда у тебя есть просто понимание о том, что говорить, ты просто говоришь об этом, потому что, ну, тебе это ясно, и ты находишь самое тупое лицо и объясняешь этому тупому лицу, независимо от того, сколько духовных сидит на первых рядах. Потому что твое послание не к ним. Но даже если ты будешь так говорить свое послание, я тебе скажу, их твое послание коснется. Потому что, ну, вот оно так работает. Я замечал, когда я начинал проповедовать, я заметил широко открытые глаза моих духовных наставников, которые получают откровение через то, как я проповедую. проповедую. Поэтому, да, отсутствие дара проповедовать, это либо очень большая редкость, либо неправильное понимание этого процесса. Евангелие это системное знание. Это, ну, вот, на самом деле, как я уже сказал, что оно сейчас требует адаптации под сегодняшнее время. Нельзя просто взять и перечитать проповедь Петра или проповедь Павла, заучить ее и сказать ее. Богу нужны люди, которые пропустили это через себя во времени, которые прожили это. И вот на основании уже собственных слов, на основании собственного опыта передали это другим людям. Поэтому ангелы это не могут. Понимаете? Именно поэтому ангелы это не могут. Поэтому, да, про женщин, да, мы тоже сказали. Где-то была деканица Фива, да? Фива ее звали? Ну, или какая-то там деканица, да? Мы видим дочери Филиппа, то есть, ну, сейчас остро тоже ставится вопрос, как там женщин проповедовать, в церкви не проповедовать. Ну, для меня здесь тоже нет, ну, как бы, вот, такой прям, вот, знаете, ясности, как вот это должно быть. Но я точно знаю, что женщины, они должны проповедовать. Вот это я точно знаю. Может быть, им, как бы, проще проповедовать, когда там есть женские какие-то, да, есть домашние группы, есть еще что-то, но, ну, и точно так же есть кафедра для каких-то вот этих тоже моментов общих. Поэтому, просто, нужно жаждать этого, нужно гореть, и так далее. еще нам, вот, поэтому смотрите, духовные дары, Коринфянам, первая глава, о, Коринфянам, двенадцатая глава, извиняйте, первая Коринфянам, двенадцатая глава, 4 стиха я прочитаю. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения Духов, ну и так далее. И Павел начинает с… И знаете, как в конце, что написано вот этой главой, 31 стих? «Ревнуйте о дарах больше». И я покажу вам футуще превосходнейшее. Но мы сейчас не о любви, мы сейчас о том, что Павел говорит, «Ревнуйте о дарах больше». И Он же перечисляет эти дары. Он начинает иному Слову мудрости, иному Слову знания, иному вера, иному исцеления. Это все связано с проповедью. Слово мудрости и Слово знания – это вот первые величайшие дары. Это большие дары, это то, с чего Он начинает говорить. И понимаете, для меня, когда люди говорят, ну, не всем же быть пророками, апостолами, пастырями и так далее. И тогда мы о меньших будем. Это по Библии или нет? По Библии ревновать о больших. По Библии хотеть больше. Понимаете, ну, нужно понимание того, что это такое. И некоторые говорят, ну, там, Слово мудрости и Словное, а я вот исцеление хочу, исцелять хочу, люди. Ты хочешь исцелять? Или Бог будет исцелять? А когда Бог будет исцелять? Когда ты будешь проповедовать Евангелие. Понимаете? Или ты такой сидишь, тогда ты будешь похож на вот эту бабушку, которую там все приносят. Иди. Во что имя ты исцеляешь? Во имя вот этой бабушки Матроны там или еще кого-то? А когда ты проповедуешь Евангелие, написано, тогда Бог делает свои чудеса и знамения. Чудотворение и исцеление. Когда проповедуешь Евангелие. И мы должны это понять. Вот это без проповеди Евангелия, это не работает. Я понимаю, что бывают какие-то исключения. Но если мы в Библии, мы везде видим. Филипп пришел в Самарию и проповедовал им Евангелие. И были великие знамения вокруг. Исцелялись, бесы выходили, чудеса были и так далее. Когда? Когда он проповедовал Евангелие. И мы везде в Библии вот это видим. Апостол Павел был послан на свои вот эти, да, миссионерские нивы. И он проповедовал Евангелие. И Бог творил чудеса через него. Петр проповедовал Евангелие. И тень от него исцеляла. Больных положили. Поэтому, понимаете, мы должны, ну вот, переоценить, переосмыслить. Еще раз обновить вот это вот понимание. Что вообще Бог делает. Потому что, ну, это все вокруг проповеди. Поэтому хватит оправдываться там. Я сегодня вот рад, что у нас мужики есть. Больше, да. Хватит оправдываться и там перечислять свои немощи, перечислять свои какие-то оправдания. Потому что, ну, это вообще никак не библейский. Если ты сегодня слышишь эти слова, это для тебя. Аминь. Научился. Молодец. А у кого-то, да, есть дефект речи, да? Картава еще чуть-чуть. Косноязыч. Моисеев. Ну, да, мы даже не знаем, что там у Моисея был. Заикался он или картавил. Или для меня, например, больше я это понимаю. Я косноязычный, то есть я вообще тяжело объясняю просто. Вот, ну, не мое это, да? Но у него было познание, у него было понимание. Он, ну, как бы, правильно думал. И Бог его использовал. Вот, не дам, вот этот вот, как она называется-то, контрольная закупка, да? Смотрели этот? Ведет, который контрольную закупку, там, картавенький такой. И вот смотришь, интересно его слушать. Вот картавит, а как хорошо говорить, да? Думаешь, вот, что ты в дикторы-то пошел? Ну, пошел бы там в операторы, что ли, раз на телевидении хочешь. Ты хочешь быть? Нет, вот пошел в дикторы, мечта у человека. Все, у него там вот. А пошел, как интересно, правильно? Поэтому, ну, для многих, вот, да, Владимир Ильич Ленин, да? Какой проповедник был, да? И вот это его, и все уже понимают, понимаете? Поэтому, ну, нету, на самом деле, никаких оправданий. И Бог минусы готов использовать как плюсы, как некую особенность. Поэтому, вот, есть очень много, я говорю, особенно в Ютубе сейчас, здесь очень много всяких. Картавых, там, и так далее. И ничего проповедовать не является оправданием. Потому что, ну, ой, это самое лучшее, это самое вкусное. Это то, вот, ну, ради чего вообще стоит, вообще, христианство без проповедования, Евангелие, это вообще не христианство, я так сказал. Хотя, я не прав, если так скажу, да? Но мысль я пытаюсь передать, да? И то, что именно ревнование, дарах больших, слово мудрости, слово знания, это, ну, Божий путь, Божий план. Чтобы, ну, вот мы учились, это слово. Это дары слова, дары проповеди. Слово мудрости и слово знания. Для меня это два разных типа проповедования. Вот слово мудрости и слово знания. Это для меня. Потому что, вот, ну, последнее время, я слышу слово знания, это вот, так, 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 у кого-то нога болит, нога болит у кого-то. Так, я вот чувствую боли, мне, во имя Иисуса это исцеляет. И вот эти, вот эти вот шоу проповедников, да, которые, ну, конечно, там тысяч человек сидит, там, у кого-то нога болит, у кого-то спина болит, понимаете? И вот они уже намучились этим пользоваться. Ну, да, я согласен, что кто-то, может быть, по духу там что-то переживал. Но, ну, знаю, ну, это выглядит какой-то вот подделкой, просто какой-то игрой. Потому что люди, ну, не дураки, на самом деле. Сосуды, вот у кого-то сердце, сердце поймёшь. Вот чувствую, чувствую, прям сердце, сердце. Наташа, Наташа, есть Наташа с сердцем, с сердцем, Наташа. Конечно, есть Наташа с сердцем, правильно ли мне? Для меня слово знание, я не хочу как бы разрушать, я понимаю, что, наверное, может быть какое-то слово знание, да, как бы вот, пум, Наташа, сердце, сердце Наташи, Наташа, так, что это за слово? И там Наташа с сердцем. Для меня слово знание, это человек, который знает слово Божье и проповедет из знания. У него как бы структурированное знание, у него проповедь, она такая вот, ну, основанная на знаниях, на фундаментах на таких, да, так. Он подачу даёт такой, вот для меня дар слово знание. Слово мудрости, это, это уже вот в другом, это уже метафора, это уже, ну, как бы, немного другой такой стиль, да, это, ну, как бы, вот я так думаю, да, как, как Соломон, да, возьмите вечер и разрубите, то есть, как бы, вот, ну, это, это некий другое, некое другое такое мышление, которое, вот, ну, как бы, другого чуть-чуть уровня. Не на знании больше, а вот, ну, стиль другой, мышление. Вот это вот самое, самое такое для меня высший уровень проповеди, когда человек, вот, слово мудрости, когда Бог через человека даёт такие слова, да, которые производят работу в человеке, которые прям разделяют душу от духа, понимаете, вот формулировки они, вот, и поэтому, вот, для меня дар знания, он немножко ниже, чем дар слова мудрости, потому что, вот, мудрость, она, вот, слово мудрость, он прям работу производит, а слово знания, он прям, вот, объясняет, вот, ну, например, я больше проповедую слово знания, потому что, ну, мне больше нужна структура, я должен понимать, что я говорю. Но я знаю, что иногда через меня может действовать вот этот дар слова мудрости, то есть, когда ты уже будешь, как бы, на уровне в своём знании, когда ты не сомневаешься в знании, тебе не нужно будет много объяснять, ты сможешь сказать короткую фразу, и та же самая работа будет произведена, но только уже без задействования, ну, как бы, вот, понимаете, ну, мозгов. То есть, ну, это, например, как вот стихи, да, что такое часто стихи? Это какие-то такие формулировки смысла, которые заключены в какие-то короткие фразы, в которых есть некая глубина. Вот для меня слово мудрости это такое. Поэтому, вот, кто-то так будет проповедовать, кто-то сразу будет проповедовать и слово мудрости. У него так работает это слово, у него так метафорически мышление такое. Кто-то из знания проповедует. И пророчество, да? Главное, чтобы было тоже пророчество. Главное, чтобы было, вот, из духа. Главное, чтобы соответствовало сегодняшнему времени. Чтобы слово не было вчерашним, слово было сегодняшним. Вот. Поэтому ревнуйте о дарах больших. Аминь. Ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Понимайте, для чего пришёл Иисус Христос, что такое школа Иисуса Христа. Что его школа, это школа проповедников. Аминь. Это школа людей, которые Слово в устав носят Которые горят этим Словом И я вам обещал Ассон У меня тут Несколько прям этих Свидетельств таких Ну как бы вот Именно больше касающихся Моей жизни, но Если вы поверите, то что моя жизнь Она вашей жизни тоже сейчас очень сильно касается Вот И приснился им вот Михаилу На днях сон Из которого вот вообще, грубо говоря Фундаментально я понял Как бы проповедь и посыл сегодня Божий, что вот эта вот проповедь Она как бы рождена именно По вдохновению немножко от этого сна Ничего там такого Долгого не было Ему приснился Корабль опять белый Пятиэтажный Здесь на Южном Он говорит Якобы я построил корабль 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 был пятиэтажный Они на нем катались Мы с пацанами на нем катались Пришел Ты и мы такие вроде Катались без спроса А я им такой Нормально, нормально Переживать можно Чуть-чуть можно И так далее Вот такой вот сон И когда он мне это рассказал Я вообще на сны с белыми кораблями Это все Это для меня прям вот Однозначно Поэтому у кого сны с кораблями Обязательно расскажите мне Потому что я Ну я их всех собираю Как бы вот в копилочку Потому что изначально Вот он, да Видите здесь Есть белый корабль И он тоже был взят На основании вот Наташа Она пришла к нам На одно из первых служений И Тоже как она рассказывает Она не смогла умолчать Об этом Бог вдруг побудил ее Иди рассказывай Она не так много раз ходила Может пару раз Ты была И она рассказала О том Что тоже видела Большой корабль На котором был я И половина нашей церкви Была внизу На берегу И половина нашей церкви Была наверху И я спросил ее А ты где была Я такая быстро Я на корабле А потом А потом пропала Знаете Но Сон Сбывается Да Мы вместе сейчас То есть Как бы это Это ну Да То что мы там Да Мне тоже казалось Ну Я так много раз Вспоминал ее Думаю Наташа какая Я быстро спросил А ты где Я на корабле И пропала Но Это не значит Что вот Да Вот сон он дался И он сразу должен Вот Так вот Исполнится Да Но Опять же Вот именно Сама интерпретация И сам вот Мой вопрос Он был как бы тоже в тему И ей тоже пришлось Как бы Ну вот Искать А я-то действительно Где И она говорит Нет Я вот была Потому что я видел их снизу Значит я была там Ну и понятно Во сне иногда трудно определить Вот Где ты находишься Но И меня вдохновило Потому что Например Мы там как раз Вот Бог сильно Там говорил мне Через всякие ролики Тоже на ютубе И там Было Таллиннское пробуждение Такое Может быть Кто-то смотрел Это И там тоже Были вот эти Сны с белыми кораблями Когда там было пробуждение Что какие-то Даже пастера Там например Из Белоруссии Они видели сны О белом корабле Они ехали туда Это Латвия там Или что это И вот ехали Смотреть на это пробуждение Побуждаемые вот Такими откровениями Да И вот как-то Коснулось меня Это все Мы тут корабль Ковра Я другу рассказал Все И поэтому У меня есть тоже И у меня есть Сон Я не буду Его рассказывать Тоже там Про корабль Да Там Вот Я там На этом корабле Почему-то за рулем И он такой С высокими бортами Вот Тоже был белый Сам корабль Не видел Просто видел Руль И то Что это Очень высокий борт Что-то очень Очень-очень такое Что Ну Большое Вроде как Яхта Современная Но Дело не в этом Поэтому Для меня Это определенная Категория сны И я просто понимаю О чем это Потому что Я когда-то тоже Первую конференцию Проводил Я тоже рассказывал Про Что такое обновление И здесь У нас есть символ Вообще Что это Белый корабль Это откровение Сынов Божьих Ну Как бы Вот тогда Мне так было Открыто Что это Именно то Что ожидает Творение Что это Ну Связано со Вторым Прешествием Христа Потому что Я тоже Такое Подтверждение Получил Смотрите На Скажем И Увидел я Отверствие Неба И вот Конь Белый И на нем Всадник И смотрите Как Апостол Повествует Он не говорит Что я увидел Иисуса Христа Или даже Всадник Он говорит Я увидел Коня Белого Что такое Конь Белый Это средство Передвижения Поэтому Корабль Очень сильно Похож на Средство Ну Как бы Корабль И конь Это могут Быть Одни и те же Прообразы Но когда-то Мне так Открылось Поэтому Если тебя Это вдохновляет Можешь Тоже Взять Это для себя Поэтому И конь Там был Белый Да И сидящий На нем Верный И истинный И мы Поэтому То есть Я понял Как бы Для меня Здесь некое Откровение Вот этого Второго Пришествия Что видимая Часть Это белый Конь Это то Что видит Первым Взор Да Человек То есть А тот Кто на нем Сидит То есть Понимаете Да Что Что на нем Что за ним Что скрыто В этом Что это за символ Понимаете То есть Как бы Ну с виду Это белый Конь Но главный Тот Кто сидит На нем Тот Кто всем Этим Управляет Поэтому Для меня Вот это Белые Корабли Это означает Ну как бы Служение Да То что Которое Бог поднимает Это откровение Сынов Божьих Да Это вот Ну Даже само Обновление Грубо говоря Оно тоже попадает Вот в это Да И вот В его сне Были Несколько Очень интересных Деталей На которых Я тоже Сразу обратил Внимание Он их проговорил Он даже На них Не обратил Внимание Во-первых Там было Слово Он говорит Ты построил Корабль Ну вы поймите меня Что я не беру На себя Вот эти все Функции Я построил Потому что Ну это все Символы Даже там я Могу быть не я Но То что Построил Это очень важно Не купил Не сделал Даже Построил Потому что Мы сейчас живем В период Домостроительства Божьего То что Да устрояйте Дом И себя Как камни живые То есть сейчас Стройка идет Сейчас домостроительство Бог устрояет Бог именно строит Понимаете Поэтому корабль Должен быть построен Служение должно быть построено Его строит Бог И строим его Мы Вместе с ним И мы Как бы Вот Ну и Поэтому корабль Построил И корабль Был пятиэтажный И Я говорю Точно пятиэтажный Я говорю Как ты понял Пятиэтажный Я говорю Понимание Такое было Во всем Он говорит Ну он замерз Ну да Потому что Он назвал Пятиэтажный Потому что Если бы это было Не важно Да можно было бы сказать, огромный коров, многоэтажный коров. Но было сказано, ну как бы было вот в этом сне именно пятиэтажный, да, то есть, и я понимаю, что вот сны, они именно такие, да, то есть, вы понимаете, что вот когда фараону, да, приснился сон, там было семь коров, семь коров, и что-то цифры они значили, да, то есть, там были какие-то определенные символы именно в это заложены, да, суть была не в коровах, а суть была именно в количестве, да, суть была вот именно вот в этих как бы годах. Вот, поэтому, да, и вот к слову тому, что мы можем сказать, ну, Миша, сон приснился, ну, для нас Миша не такой авторитетный пророк, чтобы мы вот приняли от него, а фараон что был, авторитетный какой-то, ну, я имею в виду вот для Бога, нет? И те, которые, там, вина черпи, которым, там, Иосиф, да, сны интерпретировал, Бог говорит, и Бог говорит для нас через церковь. Помните, мы, когда начинаем собираться, я говорю, будьте очень внимательны, будьте внимательны, я все время хочу спросить, были видения, были откровения, говорите, потому что Бог говорит с нами через церковь. И для меня, как бы, это очень важно, потому что вот я говорю, что я не очень доверяю людям, даже которые, ну, говорят, у меня был такой сон, он там начинает рассказывать, я то-то-то увидел, и которые уже проповедуют, потому что, ну, я знаю, как люди могут придумывать. Знаете, вот, ну, даже, даже, даже в высоком уровне люди очень могут придумывать, подстраивать там и так далее. Но я вот в этом сне чистый, меня нет, ну, я имею в виду, я его не придумывал, я ему его не давал, поэтому для меня, как бы, ну, это вот, меня это вдохновило очень сильно. И теперь к пяти, к пяти этажам. Что у нас пять означает? Кто может попробовать догадаться? Я вам, конечно же, скажу, как мне Бог открыл, да? Открыл мне сразу, я не сразу понял, что может означать пять этажей. Давайте откроем Ефесянам. Что? Говори, говори. А? Пятигранное служение. Аминь. Аминь. Молодцы. И это действительно так, как уже давно сказано. И я вдруг ловлюсь на мысли, ну, так тоже, тоже интересно, оказывается, Бог заложил в меня это где-то, тоже там, пару дней назад, до того, как пришел этот сон. Я там у себя в центре картину как-то рисовал, думаю, дай я послушал какую-нибудь проповедь. Ну, какую проповедь послушать, какую я всех уже переслушал, все надоели, кого-нибудь вот послушать, кто-нибудь вот интересный. Я думаю, ну, послушаю я Верона Аша, знаете, да? Думаю, он такой старый, старый, добрый Вера Наша. И вот я поставил, я почти даже не слушал там эту проповедь, но он в этой проповеди много раз. И вы знаете, его стиль вот этот, да, и он там, и он берет вот это вместо из Даниила, и говорит, вышла рука, я начертал, а что такое рука? Рука это пять пальцев. Приветствую вас, пророки, апостолы, евангелисты. И вот он там, я, ну, как бы, и он там вот про это. И Бог поднимет в последнее время служение, пятигранное служение, полнота служения там и так далее. И как-то вот услышал, услышал, вот оно легло, легло. Поэтому, говорит, вот, деяния прочитал полторы недели назад, потом вот что-то этого Марлинка послушал, потом Мишкин сон, потом сел готовиться, еще не понимал, что. И потом вот, ну, до меня это все дошло, как бы, да, что Бог еще раз. А до этого я прям много. Я действительно находился в неком... Да ничего страшного, не волнуйся. Я находился в таком вот неком... Я бы не сказал, что это опустошение, но это именно вот, ну, зависимость такая. Бог, скажи что-то. Я, ну-ка, мне нужно готовить было проповедь, и я говорил там, Бог, Бог, ну, надо какое-то слово. Я говорю, ну, я знаю, что я могу подготовить слово, вот просто взять там что-то и просто подготовить, и будет более-менее нормально. Многие ничего не заметят, что там особо духа мало. Ну, и я говорю, я хочу проповедовать из духа. Я хочу проповедовать из вот этого вот огня, из вот этой свежести, что ты хочешь сказать для церкви. Потому что, ну, что я могу сказать, как я могу. Я говорю, я знаю, что ты можешь сказать. И вот, ну, вот это вот пришло. Я позвонил, а Заводский всегда как пятигранное служение. Ну хорошо. Ну да, Заводский позвонил. Так, ефесянам, теперь еще, самое главное, вы посмотрите, что такое пятигранное служение. Мы как бы много об этом знаем, посмотрите, что это за служение. Это служение проповедника, только проповедника. Все они проповедники. Четвертая глава, одиннадцатый стих. И Он поставил одних апостолами, другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Аминь. Все разные. Но все апостолы проповедуют. Пророки проповедуют. Евангелисты проповедуют. Пастыря проповедуют. И учителя проповедуют. Есть кто-то, кто не проповедует? Нет. Нету. И для меня это огромное благословение. Огромнейшее благословение. Потому что Бог, если верить в это, то, что Бог открыл, Бог показал. Пятиэтажный корабль. Пятиэтажный корабль. Пятигранное служение. Полнота служения. Нам нужны проповедники. Понимаете, мы, Иисус Христос хочет поднимать проповедников. На самом деле это очень важно для церкви, чтобы церковь обладала всеми вот этими служениями. Для того, чтобы слово действительно оно до людей доносилось. Потому что, ну, апостол проповедует по-своему. В его слове есть власть. В его слове есть, да, как бы фундаментализм. Кто у нас там, да? Пророки, они вот, да, из духа больше, да, они вот в чуть-чуть другой стиле. Евангелисты, евангелисты, да, у них есть что-то, что цепляет новообращенных, пастыра, учителя, все нужны, все важны. Все, все уже, да, зашумяем. Ничего страшного, ничего страшного, все нормально. Проснулся, да? Я, у меня были еще несколько моментов, я все-таки их расскажу. Сделайте ему колесики, кто не выиграет. Тимофей! Да и никто не выиграет, кто не выиграет. Я просто, как бы, для меня это вдохновение. Я просто понимаю, что, ну, как Бог ждет настоящей сильной проповеди Евангелия от нас, ребят. От нас, от тех, кто вот захотят учиться, от тех, кто захотят вот это иметь, те, кто захотят этими быть. И я просто понимаю, что вот, ну, он очень много уже для этого сделал, и он всячески показывает, что он собирается делать. И для меня это очень сильное вдохновение, поэтому я захотел этим поделиться. Я помню, у меня был тоже другой сон, этот сон уже был у меня, который я очень хорошо запомнил. Этот сон был тогда, когда я был еще в центре, как раз незадолго до того, как я ушел. Я увидел вот такую картину, что я стою, как бы, на берегу реки, река неглубокая, вода прозрачная, и мы, как бы, идем туда. Надо перейти речку, она там может быть по колено, и дальше горы какие-то такие, ну, горы зеленые, то есть вот что-то... Ну, грубо говоря, я понял, что это как земля обетованная, и мы, вроде, собираемся идти, и я смотрю, что я босиком. Вот, нет обуви у меня. И я смотрю в воду, она прозрачная, и там какие-то вот чуть-чуть паучки, скорпиончики какие-то, вот, что-то там шевелится, там, и так далее, что вот... Ну, вот, ну, не наступишь ты туда без обуви, знаете, и... Правильно, кто из вас, особенно женский коллектив, да, босиком, туда, где там что-то укусить можно, да? Вот, поэтому, и у меня было такое понимание прямо во сне, что, ой, я такой разочаровался, что надо вернуться, куда-то туда-назад уйти, для того, чтобы там опять обуться и опять до этого места дойти, то есть я немножко разочаровался. И потом, когда я проснулся, у меня сразу была интерпретация этого сна, что такое обувь, готовность благовествовать, готовность проповедовать Евангелие. И я, на самом деле, думал, я как сейчас уже интерпретирую, что я в тот момент был уже готов, как будто бы, да? То есть у меня были откровения, у меня было некое свидетельство, пророческий дар, я осознал свой дар, но Бог почему-то мне показал, что я еще не готов. Вот так вот показал. И потом это все произошло, что я потом ушел оттуда, я вернулся сюда, и уже прошло больше десяти лет, прежде чем я, ну, как бы, вот, начал по-настоящему служить. Но я просто вижу, что это был план Божий, что именно так. И еще было такое знамение мне дано, очень сильное, очень мощное. А почему я это говорю? Потому что это очень важно, осознавать, что Бог посылает. Очень важно. И я, как бы, говорю, что я очень сильно это ощущаю, очень сильно это имею. Поэтому, ну, хочу, чтобы вы тоже, как бы, чуть-чуть знали, может быть, вы тоже какие-то моменты там вспомнили. Потому что, например, может быть, казалось, ну, а что ж ты тогда не пришел и не начал сразу проповедовать? А вот не знаю. Вот, видимо, план Божий такой был. И я сейчас, ну, я понимаю, для чего он был нужен именно такой, чтобы он все это показал, он все это сказал. И знамение было очень сильное. Я вам, по-моему, рассказывал, но кому-то не рассказывал. Вот, колеса. Колеса настоящие, как у духовных. По воздуху, да? Спасибо, Лёв, за твою мудрость. Тоже, когда я находился в центре, мы ездили, делали евангелизации такие, да, у нас были, это называлось компания, мы ездили по, там, школам, институты, там, колледжи. В основном это было в Новогубежске все, потому что центр находился там, и мы ездили. И это была, как бы, компания такая, она против наркотиков, но мы там евангелизировали тоже, потому что, ну, мы проповедовали именно то, что Бог освобождает от наркотиков. Все у нас было заточено под это. Мы пели песни христианские, мы свидетельствовали. И я в то время прям вот вел это. То есть я был тот человек, который вот представлял, выходил, говорил, пел, там, но очень много участвовал. И вот вы не представляете. Я думаю, ну, зачем? Там Бог так может иногда устроить. Но мы не так много раз ездили, может быть, 5-7. Это были в основном Новогубежск, там, Пионерский лагерь, еще куда-то. И вот однажды там водив, ответственный, который за вот эти переговоры, куда мы поедем, он подходит и говорит, нас там в одну школу пригласили. Мы ни в одну школу до этого не ездили. Ни в одну. Ну, пригласили, пригласили, поедем, значит, в школу. Я даже не спросил, в какую школу. И мы едем. И вы знаете, где находятся Новокубежск, Самара и Управлянческий. Догадайтесь, в какой школу я приехал. В свою. Я приехал в свою школу. Я был в шоке. Моя школа номер 161. То есть, это говорит о том, что минимум между мной и моей школой, да, в Новокубежске, минимум 161 школа. Это просто по номерам 161. А вот просто по тому, как это вообще могло произойти, я вообще это не мог понять. Как мы могли попасть в мою школу? Потому что, ну, там все так произошло, потому что люди сами нас пригласили. Я вообще в этом не участвовал. Я даже не думал об этом, чтобы вот поехать в свою школу. Я когда приехал, я просто был в шоке. Я там свидетельствовал о Христе. Это уже прошло там около почти 10 лет, как я закончил школу. И я говорил там, да, свидетельствовал о том, что я стал наркоманом. И вот я тоже как и вы учился. И я свидетельствовал о Христе. У меня был большой вопрос. Бог, Бог, что это? Что ты хочешь этим сказать? Я понимаю, что это круто. Это как само свидетельство круто. Но это же не просто там свидетельство. И у меня был единственный ответ в моей голове. Знаете, какой? Говорит, я посылаю тебя в твой район. И я по-другому не мог это интерпретировать. Ну, хорошо, посылаешь, посылаешь. Я остался в центре, я еще там был долго. После этого я ушел. После этого я жил и не служил. И вот, да, и потом вот оно все началось. И потом это опять же произошло, когда мы искали зал. Я все это вспомнил опять. Когда мы нашли вот этот зал, именно на управленческом. Я хотел найти зал в Самаре. Я вам честно говорю. Я потому что хотел подстроиться под людей. Потому что все немножко так, ну, ай, право. Это вообще там непонятно где, далеко, и ехать там, и так далее. Ну, там ничего не получилось найти. И когда я сюда приехал, увидел этот зал, и я почувствовал, что это наш зал. И все, для меня был этот шок. И вы все согласились, и мы все начали. Ну, для меня это было большое откровение, большое вдохновение. И я вспомнил все эти моменты. Сон без обуви, 161-я школа, я посылаю тебя. И вот, ну, и потом вот эти дайки, сейчас вот это вот все много. Корабль, опять корабль, пятиэтажный корабль, мы служим, мы говорим, и так далее. И поэтому, и я понимаю, на самом деле, что этот город, и этот городок, он толком Евангелие еще не слышал. Потому что Евангелие, для того, чтобы было проповедано настоящее Евангелие, нужно настоящее свидетельство. И вот теперь об этом, почему 10 лет? Почему Бог сразу меня не привел? Потому что я тоже был, ну, я для него был еще не готов. Я был просто юнец, который там побыл в центре, и мог сейчас, о, я там проповедую Евангелие. Мне нужно было просто пожить. И просто пожить именно благочестивой жизнью, для того, чтобы жители там моего района, и я сам, они просто, ну, как бы, увидели Бога в моей жизни. И я знаю, что многие люди, они увидели Бога в моей жизни, потому что, ну, вот я рассказывал, там, машину украли, и я думал, что она нечистая. Потому что я оставил, как бы, вот эту свою любовь к Богу, к проповеди, и пошел в зарабатывание денег. Но потом, когда эту машину мне вернули, мне Бог сказал, не называй нечистым то, что я очистил. Почему ты думаешь, что, ну, это не только твоя машина, это мое свидетельство в твоей жизни. То, что я живой, то, что, ну, я благословляю тех, кто со мной. И это нужно было видеть, и я, и я вспоминал, я помню, у меня была такая мечта уехать из, ну, это я еще полнаркомана, мечтал. Ах, уехать бы с этой управы, приехать лет через 10 на красном фараде, да, вот как в фильме, да, то есть ты куда-то пропадаешь, и потом ты такой, пара, ну, что, видели, да? Хорошая мечта, правильно? У каждого чуть-чуть такая есть. Не распознали, да? И вы понимаете, что, ну, у меня даже это почти было. Когда я помню, вот мы там с женой купили машину А7, на которую люди, они вот так, когда она проезжала, ну, обычно, ну, может быть, рот не открывался. Да и вообще, я там, когда покупал машины, там, начиная, там, с двенашки, там, мне все время друзья, там, друг там на остановке стоял, и я проехал на него, мимо него на двенашке. Он не знал, что это я, и он мне потом рассказывал, а это твоя, я думаю, какая тачка едет. И он мне вот, ну, вот просто вот это вот рассказывает, то есть она у меня была такая черная двенашка, там, затонированная, с обвесами, там, вот одна из таких первых, первых машин, и как бы вот, и я понимаю, что это Бог уже, как бы вот, ну, иногда людям что-то вот, ну, показывает, потому что Он хочет тоже показать силу Евангелия, понимаете, силу отношений с Богом. Не просто слова, а именно благочестие. Поэтому, ну, как бы, один из самых важных моментов для проповеди Евангелия – это благочестивая жизнь человека. Поэтому, ну, и благочестивая жизнь без проповеди не будет полнотой Божьего плана. Точно так же, как и проповедь без благочестивой жизни не будет полнотой Божьего плана. Должно быть, как бы, все вместе, для этого нужно время. И поэтому, ну, я действительно радуюсь, потому что у меня есть вот это вдохновение, что Бог будет что-то здесь делать, Бог здесь уже что-то делает. Бог хочет именно принести сюда Евангелие и силу Евангелия, как вот Он однажды, да, со всеми этими знамениями. То есть, почему я прочитал эту историю про Петра вначале? Потому что там было очень много вот этих вот моментов. Там ангел сказал, там было подтверждение Петру, было подтверждение, Петру ангел сказал, вот Петр пришел и сказал свои вот эти слова, которые Бог ему открыл, просто то, что он как бы понимал. Поэтому я вам вот насыпал вот эти вот, да, тоже вещи, да, они меня вдохновляют. Я бы тоже очень хотел, чтобы они вас тоже вдохновляли, чтобы вы как бы, ну, верили. Потому что в это можно либо верить, либо не верить. И тот человек, который не хочет верить, ты ничего с этим не сделаешь, он просто, что бы ты ему ни рассказал, он не будет верить. Поэтому, ну, лучше верить, лучше верить, что Бог что-то нам, да, я не пытаюсь вот как-то развлекать людей, да, вот, лишь бы, да, я когда проповедь там готовлю, еще что-то, я не хочу быть проповедником, развлекающим людей. Я хочу, действительно, вот, говорить слова Божьи, которые могут менять жизнь, потому что Его слова, они меняют жизнь людей, понимаете. И Бог, действительно, вот для этого, Он хочет нас поднять, хочет нас поднять именно, да, потому что для меня вот этот пятиэтажный корабль, это значит, что, понимаете, вот, ну, я не собираюсь, как бы вот, то, что мы строим, да, чтобы это было служение какого-то одного человека, как сейчас есть очень много служений, есть какой-то сильный помазанник, и все, и все, как бы вот вокруг него, все. А библейское устройство, Бог одних апостолами, одних пророками, одних учителями, одних пастырями, и все проповедники. Аминь. Поэтому, вот, ну, сегодняшнее послание, оно такое, все наше направление, оно такое. Поэтому я верю, что и вот это откровение по поводу библейской школы, там, да, института, МТИ, это тоже Божье откровение. Потому что, ну, я настолько люблю проповедовать Божье Слово, поэтому я иду и учусь, понимаете, я иду и учусь, для того, чтобы у меня, ну, как бы вот это знание, оно было структурировано, чтобы, ну, как можно было больше аргументов. Потому что сегодня, говорю, что такое время, что нельзя уже Евангелие примитивно проповедовать. Люди не реагируют уже на такое Евангелие, да, да, мы не должны только, там, слишком сложно проповедовать, там, или еще что-то, но мы должны быть хорошими учениками, грамотными, умными, понимаете. Поэтому, ну, для меня этот город ждет проповеди Евангелия, настоящей, осознанной, подтвержденной благочестивой жизнью, подготовленной, глубокой, живой, со знамениями и чудесами. Аминь. И это наше направление, и это, как я верю, то, что Бог устрояет здесь. Поэтому Богу нужны горячие, подготовленные, зрелые, адекватные люди. Поэтому сегодняшний мой призыв, если сомневаешься, просто говори Богу. Вот я. Бог, вот я. Научи меня. Используй меня. Подними меня. Пошли меня. Стань словом. Стань проповедью. И заключение короткий стих, который сам сочинял. О чем жалеют перед смертью? Там всего несколько строчек. О чем жалеют перед смертью? О том, что так и не смогли. Решиться жить на сто процентов. О том, что глупым в страхе жили. И так и не попробовав, ушли. Понимаете, вот трусы и боязливые не войдут. И есть некая статистика. Я говорю, как этот стих получился. Это последнее в ЗАГС, там, совсем другого стиха, но он отдельный. О том, что вот был некий статистика, опрос, о чем люди, вот умирающие люди, они жалеют. Они лежат и вот все понимают. Все, вот оно, смерть. И они вот жалеют о том, что были где-то нерешительны, были где-то вот, не жили так, как бы они хотели. Понимаете? Не пробовали то, что может быть нужно было попробовать, да? И поэтому, да, вот этот вот страх смерти, это и есть вот основа всех страхов. Но Бог, Иисус Христос, он забрал этот страх смерти, чтобы мы просто не боялись, не боялись что-то говорить, не боялись заявлять, не боялись учиться, не боялись проповедовать, не боялись пробовать, не боялись идти вот в это лучшее для своей жизни. И, ну, вот это действительно так, что люди жалеют о том, что они не попробовали жить на 100%. А Евангелие это и есть ключ к тому, чтобы высвободить этот потенциал человеческой жизни. Поэтому будьте не только слушателем, но и исполнителем, а еще больше проповедниками. И не думайте, что вот это вот, немногие делайте с учителями, оно именно, ну вот, что-то такое. Здесь нужно такую ремарку сделать, говорят, вообще пишет Ираков, если честно, он был фарисей. И он был, ну, как бы, он вот такой еврейский был настроен, очень жесткий. У него написано было, про него говорят, у него были верблюжьи колени. Он такой был очень аскет, очень, его очень уважали другие вот фарисеи. Он был именно вот этим промежуточным таким звеном между, да, христианством и вот этим фарисейским движением. Потому что, на самом деле, многие фарисеи были очень, ну, ревностные по Богу люди, но не по пониманию. Поэтому, как бы, вот в его духе было сказать такое. Но, и я вам скажу, что многие даже, Мартин Лютер, он вообще не хотел принимать послание. Я не, я не, я не, потому что оно, как бы, вот некий такой, вот оно так в закон так очень сильно уходит. Ему тоже очень не нравится. Там стоял вопрос, поэтому, но я нисколько не пытаюсь, это слово Божье. Бог поставил на этом свою печаль. Но просто, когда мы знаем немножко контекст, мы понимаем, почему человек так говорит, да. Поэтому, ну, вот для меня, вот это немногие делают с учителями, потому что будете отвечать. Ну, понимаете, ну, будем отвечать. И что теперь? Не делать, если я буду отвечать. Не идти, не проповедовать, не говорить. Ведь сам Иисус говорит, идите и проповедуйте. Идите и научите. Поэтому, это слово, которое я говорю, что немногие делаются, оно больше говорит об ответственности, да. Чтобы мы действительно понимали, что мы говорим. И чтобы мы жили так, как мы говорим. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Поблагодарим Бога за эту тишину. Спасибо.